Привет, друзья! С вами обратно семья Мироненко. И обратно мы отправляемся в очень серьезную и очень интересную экспедицию. В тот раз мы ходили в заброшенную пещеру, которую не могли долго найти. Видео, кому интересно, по-моему, тут, да, или где? Да, тут. Вот, подсказка. Можете перейти посмотреть. Сегодня же мы отправляемся на поиски заброшенных штольн. Это еще более интересные объекты, тем более она не одна, а их аж три. Про место двух мы точно знаем. Ну, приблизительно будем сейчас искать. Потому что связи здесь нет. Да, связи нет, чтобы по геолокации смотреть, но у нас есть карты. У Севы есть карта, вот сейчас он тут рассматривает, как нам идти. Ну, та карта, которая у нас, я тоже сейчас покажу. Вот. И чем они интересны, тем, что протяженность... Около полукилометра. Да, одно из штольн. Там есть на два входа, выхода. Одна, под ней течет ручей. Почему мы вот так, может, дивание такое с бахилами. А третья затопленная. И там многоуровневая одна есть, типа, ну, не знаю. Информации тоже не очень много. Посмотрим. Вот чем оно интересно, что обратно нам надо найти. Вот. И будем смотреть. Так что отправляемся. Приятного вам просмотра. Погнали. Штольни находятся на холмистой местности, покрытые в основном буковым лесом. Вход расположен на обрывистом берегу, пересыхающая ручья. На входе в пещеру есть металлическая решетка, которая не закрывается. Температура в пещере круглый год 7-8 градусов. И влажность 98-100%. Штольни стационар. Это коридор, длиною 109 метров, разделенный на две части, с небольшим обвальным залом и узким, субвертикальным, по 90 градусам лазом за ним. В конце Штольни сильно сужено. В обеих частях есть слабый поток грунтовых вод. Мы на машине из трассы М-06 по вот этой дороге. Она такая грунтовая, но засыпана щебнем. Даже после дождя, в принципе, нормально. Мы вот так вот проехали и максимально к последней хате мы сюда доехали и бросили машину. Дальше уже дорога размокшая, поэтому мы отправляемся пешком. В принципе, как показано, нам тут недалеко идти. Вот, одна Штольня показана и вторая. Вот, есть приблизительные координаты. Между прочим, это Штольни 14 века. Вот, где-то между ними может третья быть. Точно известно, что это такой ярок. Рядом где-то протекает пересохший трубочек. Идем по пересохшему ручью. У жены телефон упал, разбился, об камни. Жена расстроенная. Ходим уже неделю по лесу. Заблудились. Природный заповедник Фонду Краины, зоологичная памятка природы, леликий. Охороняется законом. Лелыки. Зоологическая памятка природы местного значения в Украине. Расположена в пределах Ужгородского района Закарпатской области. На севере от села Глубокая, площадью в один гектар. Статус был присвоен в 1990 году с целью сохранения редкостных видов летучих мышей. Кожанов, лелык, которые занесены в Красную книгу Украины. Так, друзья, надо посмотреть на карту. Давайте сейчас посмотрим. У меня такое чувство, что мы уже где-то возле цели. Но пока я тут ничего не вижу. Так, смотрим на нашу карту. Что же она нам говорит? Вот мы только что обратно были возле знака. Вот джерелу мы прошли. Вот. Тут мы прошли. Мы тут ничего не нашли. Знак лелыки. Вот мы повернули. Вот тут мы прошли. Но сейчас мы где-то находимся где-то здесь. Сева, ну что ты скажешь? Далеко нам еще или мы уже где-то пришли? Ну, мы вот тут. А мы вот прямо идти. А я думаю, что мы уже пришли. Надо осмотреться. Вот какая-то... Да, вот надо тут посмотреть. Тебе не кажется, что это как ступеньки сделаны? Ну, куда-то оно ведет вниз. Там вон доска, дерево какое-то. А ну. Так. Да, смотри. Это беру... Есть тут вход. Так, спасательная операция. Так как у нас в прерву. Так, ты сел аккуратно, а я тебя страхую веревкой. Ну, что я тебе буду вытягивать? Глаза аккуратно. Ты сам аккуратно. Тихо, тихо. Ну, мы послали севу, потому что сева у нас самый такой маленький и увертливый. Ну, ему интересно будет. Молодец, мышь. Так, тянем, тянем севу. О! Вытянули, сева, молодец. Вот тут для чего я всем всегда говорю, путешественникам, неважно. У вас в снаряжении первое, что должно всегда быть, это веревка. Потому что она вас в любых случаях всегда выручит. Поэтому веревку всегда с тобой кто вот путешествует, сталкеры и все остальные, диггеры, руферы. Веревка у вас должна быть по-любому. Это запомните. В любых ситуациях она вам может даже спасти жизнь. Село Глубокое Закарпатской области Село Глубокое Закарпатской области Это поселение Куштановицкой культуры. Поселение древних славян. 8-7 столетия до нашей эры. Расположено оно на склоне Холмецкой горы. Название села Глубокое прекрасно гармонирует с его туристической изюминкой. В селе на сегодняшний день проживает около 600 жителей. Многие из них этнические словаки. Тут можно увидеть интересные образцы сельской архитектуры. Так, друзья, вот мы вот уже возле пещеры. Но перед тем, как спуститься, надо провести некоторые тесты. У нас здесь такой аппарат, чудо-аппарат, маленький, карманный, проверяет качество воздуха. Так как мы спускаемся вовнутрь, где может быть загазованность, надо проверить качество воздуха. Вот сейчас мы на открытой местности в лесу. Зелененькое, это говорит то, что воздух чистый. В процентах мы видим двоечка, троечка вообще очень чистый воздух. Если будет воздух загрязняться, то получается будет оранжевый, а потом красный. Это будет говорить о том, что воздух грязный. Тут на входе мы видим вообще троечку. Посмотрим, что будет в пещере. По мере того, как мы будем продвигаться вовнутрь, мы это тоже все будем измерять. Это очень важно. Так что этот аппарат тоже будет с нами. И также давайте сразу проверим, наверное, на радиацию. Хоть тут и железную руду добывали, но мало ли. Может, тут уран добывали, откуда мы знаем. Либо тут спрятанное оружие химическое. Вот у нас есть такой дозиметр БР-9. Он у нас пришел из Чернобыли и все остальное. Вот тоже проверяем фон возле пещеры. И по мере продвижения в пещеру мы тоже будем проверять фон. Ну, тут мы видим вообще четыре. Дозиметр у нас будет включен постоянно. Поэтому, если что-то будет опасность, он нам будет сигнализировать. Так что вложим в карман и он у нас будет включен. Так, ну что, друзья. Все, мы уже в полном омбудировании. Техника, как мы видим, при нас. Вот. И у меня жена в каске. Я тогда раз это мы учли опыт. Залаза в, как она называется, в Голярскую дыру, да? Да. Вот. Сева нашел у себя такие каски. Мы их чуть-чуть модернизировали. У меня бандана. У них тоже, чтобы не давило. Вот. И сейчас уже будем смотреть вот эту заброшенную штольню. Она называется стационар. Так что будем сейчас идти. Мы туда прошли, увидели, что там мокро. Поэтому у нас такие заброды. Кто помнит, мы спускались в Никольскую дренажную систему. Тоже там мокро было. Вот. У жены тоже наколенники. Вот. Так что мы в этот раз уже подготовились очень серьезно. Так что шоу, в путь? В путь. Не страшно? Какие эмоции? Страшно. Но интеллектно. Хорошие. Да? Ну пошлите посмотрим, что ж это такое. Это стационарная пещера. Нет, она называется стационарная. Так. Вы идете вот так за мной. Я просто на тебя смотрю и тебя учу. И так. Я смотрю. Вот так. И так же разматриваем все, голову аккуратно. Так, заходим, тут нас встречает такой папоротник. Тут мы видим сразу, что это каменная порода. Ага, тут решетка, оказывается, была. Так, ну сначала надо заходить на Геная. Сход, конечно, такой, высота, наверное, где-то метр, не более. Кто очень высокий, то, конечно, трудновато тут будет. Но тут уже более нормально. Видим решетку, но решетка, конечно, еще тех годов. Как ее еще на металл, слава богу, не утащили. Но это хорошо, что она здесь. Это же как бы историческая ценность. Не знаю, в гравировке тут ничего не видно, но видно, где она была, в принципе, закреплена. Вот, скорее всего. Первые жители нас встречают, вот такой вот сломочок, если видно. Вот, и где-то я видел, вот этот ядовитый паук, что суперсус часто показывает. Я забыл, как они называются, но это же эти ядовитые пауки. Вот. Так что, движемся дальше. Да, это, скорее всего, тут она стояла, эта решетка. Чтобы никто не пролазил. Ну, ее она или изгнела, или что, там он купил, по-моему. Да. А вот над тобой там сломочок. Видишь, большая одна. Ладно, не хочу ее. Вот, смотри. Не хочу. Так, тут мы видим, по всей длине этой штольни течет небольшой ручеек. Поэтому, кто тут будет, будете иметь в виду, что надо заходить за брода. Мы видим, что тут следы есть. Люди сюда ходят. Приятно здесь. Такой холодок. И тут мы уже видим, что это действительно каменная порода. Такие трещинки какие-то. И водичка капает. И водичка, да. То есть, вода отсюда появляется, потому что грунтовые воды проходят. И вот капельки такие, они вот потихоньку-потихоньку это все скапывают. Но это что ли нам внушает доверие? Она видно уже из каменных таких глыб. Ну да. Видно, что ее тяжелее, наверное, было тут прорубовать. О, смотрите. Сюда идите. Тихонько. Тут кошанчик спит. Иди засними. Вот, вверху. Ну, а где я не вижу. Вот. Иди сюда с камерой. Камерчик. Смотрите, мы нашли первого жителя. Спящая летучая мышка. Жена, засними поближе. Я засняла. Видно? Да. Все, не будите ребенка, пусть спит. Да ребенка не будите, пусть спит. Ну, интересно. Ты первый раз видишь так близко мышку летучую? Я никогда не... Нет, мы видели в дотах только. Ну, так, когда они летали. Тут, смотри, она спит. Смотри, даже видно, как она дышит. Посмотри. Класс. Я сейчас сплюсь. Все, не буди ребенком. Я не знаю, что она такая волохатая. Понял? Она же, скорее всего, красную книгу занесила. Так это же и есть краснокнижная. Красавица. Все, идем, не будем. Мы тут гости у них. Да, не будем нас хозяев видеть. Слушай, ну видно, что живет. О, смотри, какая пещерочка. Да, вот тут вот хорошо видно, что это все рейджи. Так, предлагаю сразу измерить воздух. Правильно? Да. Жена всегда переживает. Да, вот воздух. Сколько там, Валера? 2%. 2. Нормально. Она сразу показала, да? Идеально. Нет, так тут хорошо вообще дышится. Ну, тем более мы пока зашли, то дозиметр у нас работает, не пищит, так что смысла нет, смотри. Посмотри, что дальше. Смотри, поворот какой-то. Какой он. Вот камень порвался. Смотри. Ух ты, а тут подъем вообще прикольненько. Ух ты, класс. Класс, а тут какая зала. Мама, подождите, мама. Слухи, мама. Какая зала. Ух ты, мама. Быстро идти, тут такая красота. Может тут проходку какую-то заснять? Я тоже так гляну. Смотри. Какая красота. Блин. Ты посмотри. Ух, тут какое ущелье. Да, жена, тут сейчас твои наколенники понадобятся. Сейчас жена скажет, я сюда не полезу. Слушай, а в химзе, конечно, ползать здесь плохо. Ой, Валера, а я туда не поползу. Не, я не поползу туда. Надо. Жена. Это ж. Я задом вот ползу. Валера, я боюсь. Ты же настоящий, как их называть, спелеонтолог. Спелеонтолог. Сейчас. Там хоть есть что-нибудь? Да. Я тут зашла. Жена. А? Ну, прокомментируй. Как тебе? Скажи, трудно, да? Это п***ец. Нет. Ребята, это капец. Блин, мы прошли метров сто. Я уже, блин, устала. Сева уже, блин, уже он ноет, лежит. Это очень тяжело. Вот так раком лезть. И какой раком? По-пластунски. Ой, блин, такое ощущение, что я в армии, честно. По-пластунски ползти. Ребята, это очень тяжело. Снимаем для вас. Покажи, какой уровень воздуха тут сможешь? Где у тебя? Где-то у меня сейчас. Сейчас, где-то было бы у меня. О, ребята, блин. Мы немного буквально отошли от того места. Вот, уже вот шесть, семь. Да, друзья, вот так вот ползем. Так, Миша, мы сейчас вытащим тебя, не переживай. Он застрянет навечно. Так, ух, ух. Мы здесь не застрянем, пойдем покушаем сосисок. Ух, завалено. Мы туда не пойдем. Потом, вот я стою на одном и том же месте. У нас еще есть туда лаз, но он очень-очень маленький. Поэтому, я не Валера, оттуда мы, конечно, не поместимся. Всего одного мы туда не отпустим, вот эту маленькую дырочку. Поэтому, езжайся дальше. Так, жена у меня вот нашла нишу какую-то вниз. Попробовать заглянуть туда. Валерка, мне нужно... Все, в следующий раз в школу, значит, идешь. Ну, я так просто нервно. Если что, я буду меня за ногу тянуть. Значит так, Валера. Да, я просто не хочу побачить, что оно там, так, камера. Так, у меня муж решил проползти без камеры. Очень тяжело, конечно, ему. Блин, любимый. Я за тебя боюсь. Еще это Химза. Валера. Господи. Там дальше идет ход. Ай. Ну, ты, наверное, туда точно не пролезешь. Может быть, и ты туда не пролезешь? Люди, видишь, поглазят. А там дальше идут обратно такие хода. Я по глазам вижу, что ты ждешь разрешения. Надо попробовать нервнуть, вы меня тут ждите. Валера, я боюсь. Ты не можешь за тебя или нет? Я тебя не понимаю. Так, ребята, что делать? Лезть или не лезть? Пишите в комментариях. Но суть в том, что там дальше ход идет. Жена тут точно не пролезет, потому что я тут деле пролез. Тут надо вообще как бы... Но там дальше идут комнаты. Ты меня любишь? Да. Ты вернешься? Да. Вот это, наверное, тут опасное есть. А, батарейки с собой есть. Ну, я постараюсь... Я буду кричать. Вот еще давайте хоть голосовое это поддержим. Так, а что у нас тут и надо? А! И что? Штатив я оставил. Все, а ты сейчас будешь меня фоткать. А я аккуратненько ныряю. Господи, Валера, я тебя умоляю, берегись себя. Валера, обещаю вернуться. Да, обещаю, конечно же. Так, друзья, мы видим там еще вход. Тут, конечно, да, мои бы не пролезли. Вот. Друзья, мы пролезли всего опасно. Да. Так, друзья. Вот тут такой вообще туннель. Любимая, я залез. Я стал... Э! О! Блин, тут такое эхо. Любимая. Я же испугался. Вот, где нам пришлось вообще залезать. Пролезать. Так, ну мы видим, что здесь люди тоже ходят. Тут тоже такая порода, типа ракушняка мы видим. Вот. Болото такое. Но я иду в полный рост. Фонарик, наверное, раздражается. Любимая, слышно? Любимая? Хорошо. Вот, смотрите, воды сколько. Ну, видно, что следы есть. Люди сюда тоже залезают. Возможно, даже покрупнее, чем я. Так, а тут проход уменьшается. Уменьшается, уменьшается. И вообще получается, как залаз. Такой туннель вообще надо ползти. Да-да, я слышу. Шо? Кто? Фу. да тут вообще капец надо через воду будет как-то ползти пролази там дальше мы видим обвал и хода нет видите обвал так что надо потихоньку задом возвращаться там друзья вот так вот я ползу в воде грязный там тупик так по идее мы начинаем вылазить да или там если долезть там дальше уже обвал дальше прохода нет но это надо было доследить я возвращаюсь как слышно придем вот такой я грязный но довольны вот смотрите как сместилась порода чем принципе и опасно видите тупо горное порода сместилась и этот залаз на грани обвала видите как был проходной туннель мы видим до трещины и вот эта порода прямо тут видно вот стенка идет если вам видно и она видите смещается сюда скорость его это туннель тоже будет завален понятно 14 столетия туннелей время беспощадно это все конечно уничтожает и скорее всего когда-то и этот проход будет завален так как и тот который мы там видели там уже пролаза нет вот так что пытаемся выбраться назад очень конечно тут опасно так что обратно пытаемся вылезть тут тоже тут камни очень опасно нависли и регистр и 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 Фух Помоги Лопату давай Деда, за мамой Мама, пройди Мама, пройди Что-то какое-то дым Что-то такое Где? Впереди Сейчас проверим Анализатором Что-то, я не знаю, камера передает или не передает дымка какая-то Обратно газы Я не знаю, сейчас достану Будут смотреть Сейчас А ты включи иди Что мы видели Если какие-то газы Сейчас загружается Пошли газы? Да, смотри 61 62 Глянь 64 Я же чувствую, что здесь что-то не то 71 Ну пока еще Все Ага Пошло опять что-то Глянь 91 Но все равно Видите, она уже Оранжевая Ну слава богу Хоть не красная Это еще более-менее Ну уже загрязненный А ну пошли Будем смотреть Может оно Надо выходить С опасной зоны А запах какой-то чувствуется? Ну знаешь как Где-то тогда у меня была Сера Я уже начала Что там Горли опять Что там анализатор? Анализатор 91 92 93 94 95 Боже 96 97 Получается 98 Сева, глянь на меня Вы вообще Проходим Какое-то такое Что случилось? А я не знаю Я же тебе говорю Я сразу почувствовала А я тоже Я почувствовала 96 Ну короче Друзья Идем 95 Хрен Не знаю Что здесь Идем Вот Вот Анализатор В руке Нет Это наша же мышка Нет Это другая мышка А Ты прошел Я просто не обратилась Нет Так я другую нашел мышку Здесь уже уменьшается 83 82 Тут даже мордочку видно Сейчас Любимый Кстати Здесь уже лучше Значит Мы наверное К выходу Все Стабилизация Зеленая Ты засняла? Да Все На выход Друзья Пещера Исследована Мы Целые Выжили Грязные Но довольные Это прекрасно Сем А сейчас У меня Вещи Подобиваешь Хорошо И И Я хочу Я правильно сказала бахилы. Я не вижу. Голоска спала. так вот тут поняла аккуратно либо пускай все у тебя что-то позабирают аккуратно голова-голова-голова я делу можно фонарик выключить вот это мне понравилось после прошлой то дырка а вот это конечно блин вот это класс муж какой чистый вообще не так мне понравилось понимаешь здесь можно ходить здесь можно дышать блин это незабываемо лицо у меня чисто фонарик вот какой все друзья если вам понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал жены пещера очень интересная штольня поэтому приезжайте находится она на закарпатской области село глубокое вот в принципе в интернете есть и координаты где они находятся принципе найдете ориентир есть у нас карта я вам выброшу ну мы я показывал так что есть координаты я вас есть кому интересно пишите комментарий я вам сброшу координаты этой штольни чтобы долго не искали вот так что подписывайтесь на канал а у нас будет следующее видео тоже переходите смотрите мы сейчас пойдем исследовать следующую пещеру более сложную более длинную более глубокую это пещера лабиринтовая штольня вот так что встретимся уже следующем видео до скорости дождитесь обязательно ставьте колокольчик пишите комментарии с этим все уже в следующей пещере до свидания 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 Субтитры сделал DimaTorzok